кто это а сорт это память яхолева один из выдающего сортов вы посмотрите допустим нарядные фильмов и фильмов наш наш золотая медаль гран-при есть призы допустим нарядные это то есть память яковлев но яковлев тоже наш а еще и сайевский это наши гиганты исаев яковлев ефимов понимаете вот и мы все это можем иметь каждом саду но вот этот путь он какой-то тупиковый но зачем они все скрещивать скрещивать еще 30 лет вроде вывели на высоту стоило появиться первое вот такому вот и вот тут же надо брать и привать и привать и привать и привать и привать и привать сейчас все это расходится по стране но уже благодарным любителям а эти все по-прежнему алтайские несъедобные красноярские а единственное что удается немножко существовать за счет того что мы завоевали доверие а угощу господи да оставь нам хоть парочку ну-ка сюда и да а дальше можете дотянуться нет это неважно это все три чешки но она и такие мелкие уже стыдно а нормально это где любитель он и ненормальные на самой верхушке ну теперь так а вот смотрите сюда смотрите это птицы нам сбрасывает глядите поднимайте если не брезгует я тоже не брезгую хорошо бы заметили я бы прошел вот это чудо и вот видно даже валют есть до настоящая черешня они дело в том что они мелкие но испортил их не я вот эти друзья бесконечно пересев то есть берется роскошная южная черешня ей подмешивает кровь или вещи вот эти дюки получаются так или черешня как бы попроще она не обязательно уж бывает как вот привозят огромную сладко даже сладко приводит а вот один вариант но черешни черешни это или просто пересев бесконечно вот посадили косточки вот смотришь не все замерзли отобрали и тут есть одна особенность хоть чуть-чуть на мельче у них градация такая я дам побольше семян пусть будет поменьше но я дам побольше семян караул меня на север сунули а потом еще на север еще меньше и вот брянского розовый довели вот до такого состояния а это знаете что почему вот это примерно в 3-4 раза меньше должна быть она вкусная все но но другого пути нет когда вот перегоняли на север а теперь это у меня первое поколение я не смог увеличить обратно дальше косточки пересевать ну после того когда она привита на вишню так она уже геном на хваталась от вишни на стойкость будет выше и уже с косточки что то можно вот с этой можно иметь то есть вполне приличный саженец боюсь что не за красноярск ну конечно а для красноярска хотите иметь такой черешни точно так же вот сейчас я вам показываю смотрите внимательно вот они вишневые то по двое то растут вот они ну кое-где есть побольше там искать не будем вот почему они такие под косой все это между покосами вылазит вот такой а потом достаете мне веточку вот такой вот такой вот веточку прос последнего года в этом году они не выросли ни черта дикая засуха правильно вот дай дерево уже не молодое это надо специально обрезку делать вот так вот обрезать и тогда здесь здесь появляются побеги ну так поговорили а он есть побеги хорошенькие вот вот они вот это уже на прививку и тогда у вас черешня будет посадите с южной стороны дома и все будет порядке так показывать я вчера кино снимал неудобно уже показывать это вот у вас дикая я бы мог у меня две таких дерева вот это маленькая часть урожая несколько ведра собрана показывал как ребенок собирал по принципу ведро 200 рублей и вот получается что я бы все россию накормил этим но у нас сейчас так отбита охота от всего если человек на восьмой год получает это длинную больше его не заставишь а главное представляете каждый раз все тоже вот у меня будет зато вебинар это одно опрыскивание второе опрыскивание третье это с течения до 4 5 опрыскивание потом пересень что надо купить в магазине потом все полностью перекопать сад этот каждый год вы представляете так мало того держать еще чтобы травы не было потом все лето надо это как за морковной грязкой ухаживать конечно да ну так тут пойдемте еще были у него дядька живет вон ну сайногорске от родителей на майна как ним сад приходит всегда такая трава яблони растет растут полно яблок и всегда задумываю задумался почему не они возле этих стволов ничего не рыхлят яблок ну возьмите то вот там еще холоднее она южнее нас а там еще холоднее вот эти вот тополя на нас падает уже два упала виталий извини кино снимаю чуть позже ладно извини так ну а теперь вы купили сувенир востока смотрите что ваш смотрите что вас ждет смотрите вас ждут такие урожаи и для нее это нормально но в данном случае все таки вторая причина первое она вообще урожай на она практически еще и самоплодная так но есть одна еще вторая причина я из увечья отрезаю черенки за эти годы с нее взято не меньше сотни черенков и она начала умирать не при смерти или это урожай но это здесь покажут другая слива это сувенир востока нет это том-то и дело что это тоже сувенир востока только темнее нет а темнее потому что умирает вот эта часть верхняя часть умирает смотрите а нижняя нет на следующий год она станет короче вот так вот так будет короче вот попробуйте эти плоды они должны быть практически спелые да но они успели сожреть так что вы не зря сами скупили так осталось 3 минуты и он сам открутся этот самый фотоаппарат так куда идти невозможно там за плоды даю магазинный берешь они или с зеленой срывают два раза крупных кустей мне удалось получать привив сливу на абрикос но мне короткий век а продолжать во время речку покажу снять еще раз абрикос потом еще раз мой метод называется наследие метра а я не потянул и потянул и у меня погибли уникальные деревья первого поколения не зажили пока я это веточку срежу и перенесу но метод действенный так еще один банджорис их уже можно делить на ранние поздние потому что на некоторый месяц назад по закончили плодоносить этим хоть бахли так ну еще издаля показать питу а уж питомники были 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 ну если надо сходим да нет уже видите осталось две минуты ну что скажите что-нибудь за две минуты впечатления какие-то вы же приехали за 500 километров очень довольна побывав в таком прекрасном саду увидели столько нового для себя надеемся что у нас будет расти то же самое хотя бы попробуем в красноярске вырастить спасибо вам с вами познакомиться лично книгу купили книгу купили будем изучать и ваши рекомендации будем выполнять садить правильно пытаться да не следующий этап когда-то кого-то проснется и скажет все два варианта я остановлюсь селекционером вот и начинает в тысячами садить семена второй вариант я становлюсь торговцем и начинает тысячами садить семена впереди два пути это такая зараза поверьте ведь вас же никто не заставлял ехать такой дать надоело покупать хворост который продают везде везде и всюду хворост только хворост просто уже это жалко не деньги жалко время оно же время это же уже как бы ты посидел там ничего не выросла и года потерял вложил душу время лучше чуть дороже до качества вот и говорят фильм у вас сильно грустно все я отключаю спасибо большое но Субтитры создавал DimaTorzok